Спонсор выпуска Макс Яковлев Подписывайся на канал и участвуй в регулярных розыгрышах спортпита Перевел и озвучил Алексей Мокшин, проект Спортфаза В этом видео мы попытаемся ответить на вопрос, в чем же все-таки секрет Майка О'Херна? Предлагаю разобрать три основных варианта Итак, первый Стероиды и гормон роста Традиционно эта версия является самой популярной Причем в этом лагере есть люди, как сами принимающие фармакологию Так и поклонники натурального тренинга От последних часто можно услышать фразу Да невозможно так натурально Я вон уже целых три года тренируюсь и вообще не такой здоровый, как Майк Не все знают, но Майк уже начал выступать, когда ему было всего 15 лет То есть на данный момент его стаж тренировок уже больше 30 лет Поэтому, конечно, такие сравнения не совсем адекватны Вторая часть лагеря, объясняющего все допингом, это те, кто сами принимают Причем эта группа является, пожалуй, наиболее агрессивной в отношении Майка Наиболее распространенный комментарий от этой группы людей звучит так Нужно быть абсолютным идиотом, чтобы верить в натуральность такого спортсмена И уж мы-то знаем, как выглядит человек на фарме Мы же сами принимаем Но тут в защиту Майка можно сказать следующее Большинство этих людей, как правило, и близко не выглядит, как Майк И это в свои 20-30 на первых годах приема фармы Пока восприимчивость к ней все еще невероятно высокая Ни для кого не секрет, что со временем восприимчивость организма к допингу притупляется Комбинации отрабатываются и остается только повышать дозировки То есть, если Майк действительно принимает стероиды и гормон роста на протяжении 30 лет И до сих пор сохраняет такие солидные объемы Очевидно, что у него должно было проявиться хоть что-то из пресловутых признаков многолетнего стажа приема ГР и стероидов Но, как ни странно, у Майка ничего этого замечено не было Ни облысения, ни варикоза, ни увеличения талии, кистей рук, носа, ушей и чего там еще Как-то все миновало героя нашего видео Поэтому тут два варианта Либо он абсолютный феномен, либо что-то тут все же не клеится Итак, идем дальше Вторая версия Все дело в абсолютной дисциплине Майка Дисциплине в плане тренировок, режима питания и распорядка дня Что касается тренировок, то у него довольно нетрадиционный подход к этому Он называет свой стиль power bodybuilding То есть нечто среднее между бодибилдингом и пауэрлифтингом В котором он, кстати, тоже преуспел Он всегда тренируется с большими весами Делает акцент на традиционных силовых движениях То есть становая тяга, присед и жим лежа Первая половина тренировки всегда силовая То есть 3-5 повторов в сете с длительным отдыхом между подходами А вторая уже на повторение Но при этом Майк старается сохранять большие веса и там Что касается его ежедневного распорядка дня То и здесь Майк выделяется на фоне остальных Ложится он очень рано, около 8-9 часов вечера Встает в 3 утра, а в 4 он уже в зале Делает силовую тренировку Работает до полудня, потом дневной сон около часа Потом кардио, работа и в общем дальше все по кругу Что касается питания, то Майк ест от 6 до 8 раз в день За раз выходит около 30 грамм белка, 50 грамм углеводов и немного жиров В приемах пищи после обеда меньше углеводов и больше овощей БЖУ приблизительно разбивает на 40% углеводов, 30% белка и 30% ненасыщенных жиров Ну и уже по сложившейся традиции напоследок я оставил версию, которую сам считаю наиболее адекватной Секрет вечной молодости Майка прежде всего в его абсолютной преданности своему делу Таких фанатичных и одержимых железным спортом людей на самом деле единицы, кто бы что ни говорил Сейчас среди блогеров модно говорить о тяжелом детстве Так вот в случае с Майком это действительно не пустые слова Он родился в многодетной семье, был восьмым из девяти детей Семья поколениями спортивная Отец был выступающим бодибилдером и игроком в американский футбол Все братья и сестры занимались либо тяжелой атлетикой, либо бодибилдингом, либо боевыми искусствами Причем большинство из них выступало по этим дисциплинам Поэтому как младшему ему конечно постоянно доставалось В общем Майк вобрал в себя тягу к железу с самых ранних лет Что касается того принимает он что-то или нет То тут нужно вспомнить как на этот вопрос отвечают про бодибилдер Даже самые огромные участники мистера Олимпии те говорят, что не используют допинга Или вспомните футболистов, хоккеистов, теннисистов, бегунов или велосипедистов Которые бы взяли и признались в чем-то подобном Не припоминаете? Так наверное это не случайно В общем я веду к тому, что в случае с Майком это даже и не имеет значения Принимает он что-то или нет Тренируется человек больше 30 лет В свои 47 выглядит лучше многих молодых спортсменов Обладает невероятными силовыми показателями И при этом еще умудряется сохранять идеальные пропорции Да еще и функциональность своего тела Поэтому конечно же Майк Херн достоин нашего с вами всецелого уважения Надеюсь вам понравилось это видео и вы подпишитесь на наш канал Канал спортфаза перезагрузка Каждый день у нас новые переводы и видеоматериалы из мира фитнеса и бодибилдинга Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok